МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Очень рад вас всех видеть! Я только что вернулся из увлекательного путешествия, и вы даже не представляете себе, какие приключения со мной произошли за это время. Смотрите-ка, сколько фотографий я сделал! Это Мексика. Знаменитые пирамиды индейцев Майя. Кроме фотоаппарата, я брал с собой в путешествие и вот что! И мне удалось немного поснимать. Сейчас я вам покажу свой маленький видеоблог. Всем привет! Сейчас я нахожусь в самом настоящем тропическом лесу Мексики, в Сельве. Как я здесь оказался? Я ищу сокровища. Я слышал, что именно здесь хранится янтарный браслет, который некогда принадлежал индейской принцессе. Я попытаюсь отыскать его. О, у меня даже карта есть! В ней указано его местонахождение. Ох, гроза! Ух, нелегка жизнь искателя сокровищ. До встречи! Не представляете себе, в какую грозу я тогда попал, мама дорогая! А браслет я так и не нашел. Но приключения переключениями, а про работу тоже забывать нельзя. Пора читать письма. Так, Слава Шейко из Екатеринбурга пишет. Профессор Кварк, здравствуйте! Привет, Слав! Недавно я был на дне рождения у Санька. Очень весело было, когда к моему свитеру воздушный шарик прилип. Так мы с ним и ходили весь вечер вместе. Куда я, туда и он. А папа Санька сказал, что дело в электричестве. Это как так? При чем здесь электричество? Ммм, электричество. Как много в этом звуке для сердца физика слилось. Современная жизнь немыслима без электричества. От электричества работают утюги, стиральные машины, телевизоры, компьютеры, да почти вся бытовая техника. Но все эти приборы появились сравнительно недавно. Судите сами. Такая простая и привычная нам вещь. Лампочка. Была изобретена в конце 19 века. Значит ли это, что электричество не существовало раньше? Хмм. Как бы не так. Ведь электричество существует и в природе. Несколько минут назад вы видели, как ваш покорный слуга попал в грозу. Помните? Так вот, молния это тоже проявление электричества. И шарик к тебе, слава, прилип тоже из-за электричества. Папа твоего друга совершенно прав. Дело в том, что твой свитер и воздушный шарик – это два наэлектризованных тела. То есть два тела, обладающих электрическим зарядом. А что же это за зверь за такой? Электрический заряд? Да, изучению электричества, дорогие друзья, мы посвятим с вами не одну передачу. А пока начнем издалека. Легенда гласит, что впервые на электрический заряд обратил внимание древнегреческий ученый Фалес Милецкий. Вернее, не он, а его дочка. Как-то раз на глаза ей попалось веретено из янтаря. И она заметила его странную особенность. Янтарь притягивает шерстинки. Конечно же, она сразу побежала показывать это открытие своему великому отцу. Фалес установил, что если потереть янтарь, а шерсть, он будет притягивать мелкие предметы. Эта способность и называется наэлектризованностью. Вот, хорошо, что у меня тут есть кусочек янтаря. Натрем его на нашу шерстяную ткань и попробуем притянуть к нему маленькие кусочки салфеток. Ну, чтобы убедиться, правда это или нет. Притягивается. Поначалу считалось, что таким свойством обладал только янтарь. Отсюда и пошло слово электричество. Ведь электрон по-гречески значит янтарь. Но в 17 веке английским ученым Уильямом Гильбертом было установлено, что при трении электризуется не только янтарь, но и многие другие вещества. Смотрите, какой фокус. Расческа притягивает волосы. Попробуйте провести этот опыт в темноте, и вы увидите даже маленькие искорки. Только волосы непременно должны быть сухими. А теперь полюбуйтесь на славяное чудо. Так, видите? Я потёр шарик и тем самым наэлектризовал его и свитер. В 1729 году французский физик Шарль Дюфе установил, что всего существует только два рода электрических зарядов. Один образуется при трении стекла о шёлк или о шерсть, а другой смолы о шерсть или о шёлк, соответственно. Именно поэтому Дюфе назвал заряды стеклянным и смолиным. А вот известный американский учёный и политик Бенджамин Франклин назвал эти заряды положительным и отрицательным. Стеклянный заряд – это положительный заряд, а смолиной – отрицательный. Их обозначают знаками плюс и минус. Все вы наверняка видели эти обозначения на батарейках. Что же это значит на практике? А вот что. Сообщим эбонитовой палочке, подвешенной на нити, электрический заряд. Для этого её нужно потереть о мех. Эбонит, друзья, это вещество, похожее на резину. Потерев эбонит о мех или о шерсть, мы получим отрицательный заряд. Итак, внимание! У нас две одинаковые палочки с одинаковым отрицательным зарядом. Поднесём их друг к другу. Опа! Они вовсе не притягиваются, а отталкиваются друг от друга. А теперь заменим эти палочки на стеклянные. Их мы наэлектризуем о шёлк. Так мы получим положительный заряд. Хм, опять отталкивается. Получается, ребята, что наэлектризованные тела могут отталкиваться друг от друга. Но в этом же должна быть хоть какая-то логика. Для того, чтобы её понять, нам нужен третий эксперимент. О! Смотрите. Внимательно и не отвлекайтесь. Хм. Так. Возьмём опять же эбонитовую палочку. Ну, поднесём её теперь к положительно заряженной стеклянной палочке. И что происходит? Эврика! Они притягиваются! Какой вывод мы отсюда сделаем? А вот какой. Тела, имеющие одинаковые по знаку заряды, то есть плюш и плюш, отталкиваются друг от друга, а тела с зарядами противоположными по знаку, то есть плюш на минус, наоборот, притягиваются друг к другу. Ах, щас спою. Франклин, Франклин, Бенджамин, он был умный господин, и любил он повторять, плюс бежит от плюса вспять. Ну, а минус тот мудрее, он от минуса мастак, и ловчее, и скорее, убежать и так, и сяк. То ли дело плюс и минус, дружа, так как вам не снилось. Посмотрим ещё немного видео из моего путешествия. Всем привет! Уже вечер я еду на поезде по Мексике. Вечером здесь немного прохладно. Чтобы не терять времени, я буду отвечать на ваши вопросы. Так, Костя Марков спрашивает, почему его папа, электрик, всегда работает в резиновых перчатках? Ммм, Костя, твой папа настоящий профессионал. Он... Буэнос ночес. Буэнос ночес. Ты можешь говорить по-русски, комарат? Меня зовут Санчо. Я проводник в этом вагоне. Я хорошо говорю на твоём языке, потому что два года учился в Москве. Очень приятно, Санчо. А меня зовут Данил Кварт. Я профессор физики. Я знаю. Я всегда смотрю твои передачи. Угощайся. Это маты. Его пьют из колебасы. Тела, комарат Костя, либо проводят электричество, либо не проводят. Проводник – это тело, внутри которого много свободных электрических зарядов. Они могут перемещаться под действием электрического поля. А есть другие тела, в которых нет свободных электрических зарядов. Эти тела не проводят электрический ток. Их называют изоляторами или диэлектриками. Поэтому, амиго, твой падре работает в резиновых перчатках. Резина – это диэлектрик, который не проводит электрический ток. К диэлектрикам можно отнести стекло, пластик, картон и воздух. А все металлы, растворы солей и кислот, влажная почва, тела людей и животных – хорошие проводники электрических зарядов. О, садится батарейка. Надо ее зарядить. Без электрического тока, дорогие друзья. И тут не обойтись. Ну, ладненько. Вот так я познакомился с Санчо. Итак, сегодня мы узнали о том, что есть два вида электрических зарядов и о том, что есть материалы, проводящие ток, и есть материал и ток, не проводящие. Но осталось много непонятного. Что такое электрический ток? Что общего у молнии и батарейки? Быть может, вы объясните, дорогие друзья? Пишите нам на сайт, высказывайте свои предположения. А я прощаюсь с вами до новых встреч. Пишите мне по адресу 109-147-Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7. Или оставляйте свои комментарии на сайте телеканала «Радость моя». Пока! А я пойду пока заменю перегоревшую лампочку в нашем подъезде на абсолютно новую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова